Музыка Сейчас в нашей стране, да и в принципе в мире, очень сильно развиваются те виды спорта, которые универсальны. ММА по своей специфике дает развивать как ударную, так и борцовскую технику. Если уже заниматься таким видом спорта комплексным, с борьбой и с ударами, то лучше начинать учиться все вместе комплексно. Начиная с борьбы и как с борьбы перейти на ударку, и наоборот, как с ударки перейти на борьбу. Плод работы клуба «Аками» – высокий уровень результатов на Кубке наций в Ялте. Каждый воспитанник клуба привез из Крыма медаль. Вот сейчас мы ввозили команду из 10 человек на Всемирный Кубок наций, который проходил в Ялте. Это в принципе достаточно серьезный турнир, который проводится ежегодно. Мы были там первый раз, участвовали в версии ММА, эта версия была около 20 на всем турнире. Все дети вошли в призовые места, у нас появилось три чемпиона мира, две из них девочки. Пять вторых мест мы привезли и три третьих. Золотые медали выиграли Сергей Грама, Анастасия Яборская и Валерия Медько. Сергей уверенно победил в первом раунде. Я запланировал выиграть этот бой в первом раунде, что и случилось. На кого нам уходим? Болевым. Восьмилетняя Лера благодарна Сенсею за оказанное доверие и полученный опыт. Девочка уверена, именно благодаря тренеру ей удалось добыть золото. Ее бой с мальчиком из России длился всего 30 секунд. Увенчалось дело болевым. Сенсеи мне очень хорошие слова говорит, и он верит в меня. И в первую очередь Сенсеи меня тренировал и ставил меня чемпионом мира тоже. Я с ним вставала и очень много опыта набрала. Анастасия Яборская занимается комплексными единоборствами всего полгода. Первые же соревнования принесли две медали. Золото в категории до 60 килограммов и выход в финал в категории 18+, где Настя уступила опытной чеченской спортсменке. Это были мои первые соревнования. Почему решила вообще заниматься таким видом единоборств? Нравится. Вот эти хобби. Самое главное – фокусы. В чем? Удары ногой? Да. На ваши там. Майки. Можешь показать, как он удар? Тренеры ставят перед собой только самые высокие цели – пропаганда здорового образа жизни и регулярный прогресс в результатах, который возможен лишь при постоянной боевой практике. Мы стараемся принимать участие везде, где нас приглашают, где нас не приглашают. Мы сами узнаем и сами туда приезжаем. Нам интересно, чтобы дети развивались. Дети могут развиваться только в том случае, если у них есть опыт, опыт именно боевой опыт.